всем привет сегодня 14 февраля я начала посев ранних сортов томатов эти сорта я сеяла уже в прошлом году не все конечно но часть села села 20 февраля и 15 июня мы уже начали есть свои помидоры в этом году решила немножечко пораньше посадить попробовать как получится с ранней посадкой я их сажаю в мешки мешки ставлю на сено и в парнике они в между рядами стоят потом когда уже вырастают и созревают я эти мешки выкидываю и продолжаю растить выращивать остальные свои томатики то есть очень удобно быстро и они скороспелые они быстро созревают ранние это такие сорта как санька толстый джек русские колокола челнок сибирский скороспелый ну и еще многие другие я потом составлю весь список и выставлю в ролике вот значит я их замачиваю отдельно каждый сорт в растворе водка плюс хвоя на 10-15 минут потом промываю в теплой воде и со кладу вот на такой субстрат у меня здесь значит кокосовый кокосовый субстрат плюс перлит смоченный влажный ну такой чтобы вода не текла просто был мокрый и когда его сжимаешь разжимаешь он легко рассыпаться показать рассыпается очень хороший мне нравится и в прошлом году на такой сажала так потом значит кладу семечки сбрызгиваю их несколько раз водой и сверху присыпаю присыпкой вот такая присыпка присыпка сделано значит тоже кокосовый субстрат вермикулит немножко золы песок и фитоспорин где-то на сантиметр засыпаю семена и потом еще немножко сбрызгиваю водой так ставлю все в контейнеры контейнер не плотно закрываю и под фитолампу и свет у меня будет круглосуточно гореть вот как то так дальше буду снимать если кому-то интересно задавайте вопросы подписывайтесь я постараюсь весь весь сезон снимать что у меня получится какие будут результаты ну вот пока у меня лежат семена замоченные в хвойном настое немножко расскажу какие сорта я буду сажать значит санька толстый джек русские колокола роза ветров стрелка лисичка оля полька сибирский тяжеловес челнок белый налив сибирский скороспелый петрушка огородник еще два вида у балконные ампельные талисман и бояя и еще хочу пудовика пудовик он конечно повыше будет но я его подрежу и просто хочу мне он очень нравится он очень вкусный красивый сердцевидный ну вот значит так они у меня лежат семена 10-15 минут потом я их промоем в горячей воде теплой и посею пока мои семена лежат в растворе хочу рассказать про этот эликсирчик вот ему же как раз ровно месяц он уже готов но даже если немножко раньше все равно его можно использовать значит здесь веточки сосновых деревьев там елка сосна пихта туя все что угодно можно нарезать залить водкой вот он у меня не вместе стоит потом я в этом растворе замачиваю семена и промываю а если мне надо что-то полить или надо просто побрызгать я беру шприцом 1 миллилитр развожу в литре воды и все поливаю всю рассаду я так поливаю мне очень нравится потому что я слушала ученого и он сказал что это получается своего рода такой стимулятор роста природные для растений для молодых растений очень хорошо очень полезно этот экстракт сосновых деревьев он дает но обеззараживает и убивает какие-то там я не хочу вдаваться в подробности но как говорится не навредит и хорошо вот еще я заметила от всяких насекомых тоже потому что стоит такой сосновый приятный запах хвойный запах стоит и видимо он отпугивает всех вредителей во всяком случае от паутинного клеща в свое время мне точно удалось избавиться в парнике больше у меня его нету слава богу вот и на молодых на молодой рассаде тоже я не заметила никаких вредителей может быть их конечно и так и так бы не было но как говорится защищен вооружен вот я использую мне нравится это уже кому нравится кому не нравится смотрите думайте решайте сами ну вот все помидорчики посажены забыла сказать что в каждый стаканчик я сажаю от 3 до 12 штучек зависимости от того какой сорт и сколько мне надо а потом я уже буду выбирать самые крепкие слабенькие вырву и еще когда 7 семена сверху надо обязательно их немножко прижать потому что им надо сила чтобы они вышли и сняли с себя вот эту семечку чтобы не было этих космонавтов а то иногда если плохо присыпать или маленький слой получается такие как космонавтики на них конечно можно немножко побрызгать водички это семечко отпадет но лучше чтобы там он они проделали такой путь и сами это семечко скинули когда будем будут ну препятствия какие-то поэтому надо добавлять песка немножко в присыпку вермикулит чтобы у них были на пути препятствия тогда они будут более крепенькие и хорошенькие ну вот все будем ждать сходов